С начала года страховые пенсии увеличились в среднем на тысячу рублей. Социальные вырастут с 1 апреля, а пенсии работающих пенсионеров с 1 августа. Что еще изменится в 2019-м, смотрите в нашем сюжете. Жители села получат прибавку к пенсии. 25% от фиксированной выплаты или 1300 рублей. Повышение коснется тех, кто отработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве и до сих пор проживает в сельской местности. В стаж идет работа растеньеводствия и животноводствия. Правительство утвердило специальный список, в котором более 500 сельскохозяйственных профессий. Казалось бы, внушительный перечень, но он не охватывает все должности. Будем собирать, предлагать совместным министерством сельского хозяйства и пенсионному фонду, естественно, я думаю, наше министерство сельского хозяйства, совместно с профсоюзами, вышестоящую свою организацию, чтобы каких-то должностей или рабочих мест не осталось. К сожалению, такие имеются, оказывается, редкие профессии там были. Граждане не должны огорчаться, если какой-то профессии нет. Мы будем до последнего защищать интересы наших лиц старшего поколения. С 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты на уровень фактической инфляции на прошлый год на 4,3%. Перерасчет пройдет автоматически. По нашей республике федеральными льготниками на сегодня является 101 тысяча граждан. Но самая большая категория – это среди них инвалиды. Следующая категория – участники боевых событий. Средний размер после индексации ежемесячных денежных выплат у нас составляет 9420 рублей. Если вы попали в категорию льготников недавно и хотите получить положенные выплаты, нужно обратиться в любой орган пенсионного фонда или подать заявку через портал Госуслуг. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.